Всем привет, на связи с вами Серега, спасибо за ваши лайки, не забывайте подписываться на мой канал, ну а мы дальше продолжаем верстать нашу страничку подписки. В прошлом занятии мы остановились на том, что сверстали вот такую шапочку, за исключением некоторых мелких деталей. Ну а сейчас нам пора исправлять мои ошибки. В первую очередь заключаются они в том, что я здесь подключил не тот шрифт, который идет в оригинале, здесь у нас работа, а здесь у нас идет Open Sans, поэтому давайте мы переключимся на новую вкладочку. Здесь я в поиске вобью Google Fonts, вот у меня выбивается. Так, переходим на сайт шрифтов от Google и здесь выбираем шрифт Open Sans, вот он идет первым. Я нажимаю кнопочку Add to Collection и затем кнопочку Use. Здесь выставляем галочку на Normal 400, если она не стоит. Дальше подключаем дополнительно русский шрифт и копируем все это дело. Так, тег link мы копируем и в файле index.html, прошлый тег, который мы прописали, заменяем этим. Вот он у меня получается 16 строка. Так, я его вставляю, сохраняю. Так, и теперь переходим в файл в стиле, там где у нас идет тег body. Здесь у нас надо поменять шрифт работа на шрифт Open Sans, вот так вот. И наши шрифты, получается, они изменятся. Видите, да? Отлично. Так, следующий момент. Давайте теперь разберемся, как мы будем оформлять вот эти теги, точнее блоки. Помним, что у нас идет тут блок директ, здесь блок польза, а здесь ниже еще блок получается результат, да? Так вот, эти блоки, они имеют сверху и снизу поля по 40 пикселей. И дополнительно, давайте посмотрим на сайт оригинал, кстати, ссылочка в описании под видео на него. Дополнительно, если мы прокрутим на блок отзывов об авторе, то увидим, что здесь у нас вместо фона используется, опять же, вот этот ноутбук-картинка. Все дело в том, что я для тега body прописал вот эту картинку в качестве фона и, собственно, вот этот белый фон мы будем прописывать уже непосредственно самим тегом, чтобы эта картинка не была видна. Поэтому давайте мы вернемся назад в файл индекс.html, скопируем. Так, первый блок это директ. Так, перейдем в файл стилей, мотаем, 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 мотаем в самый низ. И вот здесь ставлю точку, вставляю директ и пишем padding 40 пикселей, так, сверху снизу по бокам 0 и background color bg fff. Все, сохраняемся и теперь у нас, в принципе, будет уже все нормально видно, то есть отступы, обратите внимание, появились. Теперь давайте разберемся с нашим текстом. Во-первых, в этом блоке у нас все идет по центру, поэтому давайте мы здесь напишем текст align center. Вот так вот сохранимся, видим, как у нас все пошло, картинка тоже стала по центру. И теперь нам необходимо увеличить шрифт вот у заголовка и у, получается, блока описания. Идем в индекс.html, смотрим, какие классы мы использовали. Идем в файл стайл.css и их сюда закидываем. Так, во-первых, для директ.h2 класса мы прописываем font-size 32 пикселя. И дополнительно, так, ну, давайте покуда все. Так, затем у нас идет блок директ-деск. Мы его тоже копируем, вставляем уже, получается, пониже. Так, точку забыл добавить. И здесь мы пишем font-size 18 пикселей. Все, вот теперь точно все. Смотрим, что у нас получается в итоге. Видим, текст увеличился. Отлично. Так, дальше у нас в оригинале идет здесь красная буква я, здесь тоже красная буква я. И если вы помните, внимательно следили за прошлыми занятиями, мы каждой букве я добавляли, оборачивали ее в span с классом red. Вот теперь давайте вот этому самому классу red мы добавим свои стили. Так, точка red. И напишем следующее. Color получается. И тут напишем red. Все, сохраняемся. И у нас теперь буковка стала вот эта красной. Вот эта не стала, наверное, потому что я в файле index.html. Так, смотрим. Вот здесь я ее не оборачивал в текстпад. Поэтому я это дело копирую, вставляю сюда и закрываю. Так, все, сохраняемся. И теперь у нас в шапочке тоже будет, получается, красная буква я. Так, отлично. Дальше. Вот эта кнопочка. Давайте мы нашу кнопку сделаем не в этих блоках. То есть она сейчас лежит в блоке section direct. Давайте мы ее отсюда так вырвем, так скажем. И вставим вот сюда. Вот так вот. Сохранимся. Немножко видим побольше отступ стал. И теперь давайте работать над блоком, получается, уже польза. Так, копируем. Так, во-первых, у него, получается, будут такие же стили, как у блока direct. Поэтому мы просто ставим здесь запятую точку и вставляем вот этот блок польза. Следующий момент. Давайте мы посмотрим. Это наш заголовок. Заголовок. Опять-таки, если смотреть на оригинал, то вот эти заголовки, они все одинаковые по размерам идут. Поэтому мы просто-напросто копируем заголовок польза H3. Точнее, класс этого заголовка. И вставляем сюда. Все, теперь у нас здесь тоже большой заголовочек такой. Тут у нас текст идет, по-моему, маленький. Он не менялся, в отличие от первого блока. Ну и дальше нам необходимо разбить полностью все содержимое на три колонки. Так, смотрим, как я здесь реализовал. Так, вот, div польза блок. Блок, получается, у нас идет, наша diva, 30% ширина. Смотрим дальше. Здесь у нас идет, короче, везде ширина по 30%, а вот у этого среднего блока идет марджин сбоку. Получается сбоку по 5%. Таким образом, 30 плюс 30 плюс 30 это 90 и сбоку по 5 это 100. То есть полностью все пространство мы занимаем. Поэтому идем в индекс HTML, копируем вот этот вот польза блок. Так, вставляем его сюда. И здесь напишем сначала float left, пускай будет, затем width 30%. Все, сохраняемся, смотрим, что у нас тут получается, видите, да. И теперь вот этому блоку давайте сдадим класс модификатор. Так, где-то тут у нас средний блок, который польза блок. Вот он. Так, мы его просто копируем. Вставляем вот сюда. И добавляем, давайте, margin 5. Так, 5%. У нас будут марджины у него. Копируем. Идем в файл стилей. И здесь, получается, добавляем. Так, margin. Так, 0 и 5% по бокам. Все. Теперь у нас, получается, будет идти вот такая вот расстройка. Короче, не знаю, как это назвать. Отступы, в общем. Так, дальше. Здесь видим, что в наших блоках тут текст идет не по центру. Поэтому давайте для пользы блок мы напишем текст align justify. Все. Отлично. Так, ну, за исключением заголовков. Заголовком, над заголовками мы тоже проработаем. Дальше. Ну, для начала это будут идти наши картинки. Так, картинкам мы задаем тоже класс left. Точнее, свойства float left. Так, отлично. И теперь они видим, как стали. Далее. Нам необходимо все это дело выровнять. Поэтому идем в оригинал. Смотрим, какие здесь мы вообще размеры прописывали. Итак, польза h4. У нас, получается, фон сайт с 19 пикселей. Так, я копирую. А, у меня же там свои классы. Может, я как-то по-другому написал тот html код. Поэтому, ну, точно так же повезло. Можно сказать. Копируем и вставляем так вот сюда. Здесь мы напишем font size 19 пикселей. Следующий блок это блок с текстом. А, и тут дополнительно прописываем текст align. Можно lift, можно justify написать. Без разницы, в принципе. Так, следующий момент. Нет, все-таки давайте left поменяем на left. Там мало слов. Еще растянутся на всю эту. Будет некрасиво смотреться. Так, теперь польза p. Копируем. Вставляем его сюда. Так, и для вот этого польза p. Мы сделаем следующее. Так, во-первых, мы для него пропишем. Так, шрифт тут такой же. Но дело в том, что наш вот этот p, он имеет отступ сверху 10 пикселей, а по бокам с левой стороны, точнее 74. Поэтому давайте мы так и напишем. Так, margin 10 пикселей, 0, 0 и слева 74 пикселя. Так, смотрим, что у нас в итоге выходит. Получается вот такая штука, только вот здесь почему-то у нас неровно. Так, смотрим, здесь я в принципе, в принципе, по-моему, все нормально получается. Смотрим, вот картинка. Так, а, у самой картинки я задал отступ с левой стороны в 10 пикселей. В принципе, знаете, как мы можем сделать? Мы можем просто-напросто сюда добавить тот же самый margin, чтобы уже было ровно и картинку совсем не трогать. Так, и здесь получается 0, 0, 0, 74. Смотрим. Так, и видим, что у нас тоже все получается ровненько, но с одним моментом. Все-таки Justify смотрится плохо, поэтому давайте мы здесь тоже поменяем на left. Так, left. Все, вот теперь у нас идет текст плотненько, все хорошо видно. Так, единственное, что здесь много места видим, да, освобождено. Давайте мы просмотрим, что тут у нас получается. Так, вот, польза Desk. Мы снизу задали отступ в 60 пикселей. Поэтому давайте мы вернемся к пользе Desk. Так, где-то она у нас тут была. Так, смотрим. Польза блок. Ну да, польза Desk. Все правильно. Так, и прямо над блоком. Вот здесь. Вот здесь. Давайте мы ее запишем. Так, margin. Так, 0, 0 и 60 пикселей. Так, смотрим, что получилось. И получилось у нас все просто замечательно. Так, теперь идем к следующему блоку. Это получается блок результат. Так, смотрим. Да, result. Отлично. Мы его копируем. Вставляем к нашему блоку DirectDesk. Нет, где-то повыше. Так, точка. Так, запятая. Нет, наоборот, запятая. Точка. Result. Здесь, получается, у нас опять-таки идет заголовок, который используется везде. Result H3 с одинаковыми размерами. Поэтому мы просто добавляем сюда еще этот стиль. Так, конечно, можно было бы использовать какой-то конкретный класс для вот этих заголовков. Один. То есть, не писать, не расписывать так стили. Но потом, если надо будет возвращаться к проекту, будет очень сложно вспомнить, какой-то разобраться. Благодаря вот таким названиям мы легко вспомним, что где находится и за что отвечает. Так, смотрим, что у нас получилось. Видите, уже отлично. Но здесь есть один момент. Здесь у нас отступа вот этого деска описания нету. А отступа снизу, получается, никто не дает. Поэтому мы можем сделать другим способом. Просто так. Где тут у нас? Так, вот этот Result H3. Мы копируем его. Вставляем сюда. И здесь дописываем вот этот отступ снизу. Так, вот он. Копируем и вставляем. Все. Сохраняемся. Смотрим. И отступ появился. Дальше у нас идут вот такие названия. Ну, в общем, не названия, а именно структура. Обратите внимание, структура такая же, как и сверху. Поэтому я стилей новых писать не буду, а просто через запятую все это дело обновлю и добавлю. Так, во-первых, в самом файле index.html мы добавим класс модификатор. Так, Result Block для центрального. То есть мы это копируем, вставляем и тоже M5 добавляем. Так, давайте я сразу это скопирую. Так, и вставлю вот сюда. Так, запятая. Ну, давайте снова строки, чтобы нагляднее было. Так. А вот здесь получается мы ставим запятую точка. Так, копирую, вставляю. Так, и тут меняю пользу на Result. Так, вот. Здесь получается запятая точка Result. Так, H4. Так. Здесь, 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 здесь. Так, польза P. Запятая точка Result P. Так, я надеюсь, что класс я там назвал почти что-то точно так же. Поэтому я тут так смело дописываю от себя тяну. Так. Блок. Так, давайте посмотрим. Ну да, видите, классы названы точно так же, просто приставка другая идет. Все. Смотрим и видим в итоге, что у нас все отлично получается. Ну, и опять-таки, давайте мы эту кнопочку сделаем не как в оригинале, а вынесем за пределы вот этой секции. Так, блок Result. Так, вот. Секшен. Отлично. Давайте мы скопируем, точнее вырежем эту кнопку и добавим вот сюда пониже. Опять-то, опять-таки, делаю отступы, чтобы нагляднее было. И наша кнопочка уже идет нормально. Так, я сейчас посмотрю, сколько по времени. 15 минут. Ну, давайте еще мы вот этот блок по-быстрому забацаем. Так, смотрим. Так, просмотреть код. И здесь у нас получается идет как бы ширина изначальная сколько? 730 пикселей. Тут мы использовали немножко другой блок с названием. Давайте мы посмотрим, как. Какой. Так, section time. Вот она идет. Наша секция time, да? Поэтому тут. Давайте я тоже отступ сделаю. Мы это копируем. Так, тоже добавляем к нашим блокам вот польза. Нет, стоп. Вот. Вот, direct, польза, result и давайте еще, запятая точка time. Добавим. Все. Так, смотрим. Все стало по центру. Дальше. У нас получается, в принципе, я здесь прописывал ширину минимальную в 730 пикселей, но здесь контента мало. Ее вот так я сейчас сижу и думаю, что в принципе ее даже можно было бы не писать, если бы не вот это левое обтекание. Потому что иначе обложка прижмется к левому краю. Поэтому все-таки мы его пропишем, точнее ее ширину. И мы будем использовать уже получается блок mid-min. Так. Где там наш блок mid? Посмотрим на него. Вот. Давайте сразу поднимем и вставим. Так. Это мы все копируем. Вставляем сюда. Но здесь добавляем 730 пикселей. Так. Ну и дополнительно, так как у нас идет картинка с обтеканием, мы сюда добавим класс clearfix. Так. Сохраняемся. Смотрим. Видим, вот такой у нас сейчас стал блок. Дальше, получается, идет сама картинка time.emg. Мы ее копируем. И опять-таки, идем в наш файл стилей и ниже начинаем работу. Так. Time.emg. Что мы здесь сделаем? Так. Мы тут пропишем следующее. Float left, во-первых. Так. Ну и, наверное, давайте margin пропишем еще дополнительно. Покуда сделаем только с правой стороны, это получается будет вот эта штуковина. Так. Или... Да, с правой. Давайте пропишем 20 пикселей, покуда. Посмотрим, что у нас тут происходит. Видите, да? Так. И смотрим. Размер. Во-первых, размер у нас здесь всего текста разный. Поэтому сразу для самого блока min, mid или какой-то time мы его не пропишем. А вот для блока h3, так, мы, получается, пропишем следующее. Так. Индекс. Так. Ну, у нас, видите, тут h4 идет. Так. Я тут уже более продуманную структуру просто ввел, когда по второму разу все переделывал. И здесь font-size 24 пикселя ввалил. Так. Смотрим. Получается отлично. Дальше. Во-первых, для самого блока time давайте мы допишем точка time. Так. Text-align left. Пускай будет покуда. Вот так вот. Так. Уже получше. Заголовок. Вот этот заголовок тоже мы пропишем text-align left. Свойства. Потому что там прописано text-align center сверху. Отлично. Так. И теперь смотрим вот этот вот. Так. Просмотреть код. Так. Обращаю внимание, что у нас здесь идет font-size 19 пикселей. Поэтому мы идем назад. Так. Что тут у нас идет? Time-p. Так. И мы его прописываем. Так. Font-size 19 пикселей. Блин. Некрасиво я все это разместил как-то. Вот так лучше. Так. Смотрим. И у нас здесь идут какие-то отступы непонятные. Причем давайте мы здесь сделаем margin в ноль. Выставим. Так. И у нас должно все срастись. Отлично. Теперь по поводу самого таймера. Так. Как я уже говорил, был использован отдельный сервис по созданию вот таких таймеров. Получается здесь мы просто подготовим блок. Так. Блок, который отвечает за таймер. Ну, здесь получается, у нас видим высота идет 100 пикселей. И тут отступы еще какие-то поля сверху снизу. Давайте мы просто здесь разместим. Так. Time-count. Так. Текст и line-center назад вернем. Height. Так. 100 пикселей. Так. Line-height тоже 100 пикселей. Так. И у нас должен текст выровняться по центру. Видим, да? Ну и в принципе, как мне кажется, покуда вот этого достаточно. Там уже когда таймер, например, повставили, я уже вот здесь дорабатывал все вручную после вставки таймера, чтобы красиво смотрелось. Ну и теперь обычная цена сегодня бесплатна. Так. Здесь у нас идет обычный код. Но единственное, что опять-таки давайте удалим марджины, чтобы отступов лишних не было. Так. Мы это копируем. Так. И вставляем сюда. Так. Марджин 0 получается. Так. А вот этот сегодня бесплатно. Давайте мы возьмем все это дело в текст-пан. Так. Сапан. Ёлки-моталки. Так. Здесь просто как бы должен идти жирный шрифт. Но подключать целый набор жирных шрифтов ради одного единственного слова на странице, согласитесь, это как-то не ездит. Поэтому мы здесь сделаем маленькую хитрость. Так. Напишем span. Так. Класс. Так. Ну давайте bold. Пускай будет. Так. И вот этому классу мы просто-напросто сделаем следующее. Так. Мы, во-первых, сделаем шрифт font-size немножко побольше. Так. Например, в 17 пикселей. У body, по-моему, он там. 16 идет. Ну 1.em это 16 по умолчанию во всех браузерах. Здесь будет немножко больше шрифт. Так. Можно даже 18 добавить. Так. Ну и дополнительно цвет выставим в 0.00. И у нас должно вот это слово будет бросаться. Так. Видим, да? Бросается в глаза оно. Отлично. Отлично.